Республика готовится к половодию и пожароопасному сезону. Какие меры необходимо принять для безопасности жителей, обсуждали сегодня в Доме правительства. Глава Чувашии провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Пик большой воды в республике ожидают уже в начале апреля. Благополучных прогнозов гидромедцентр пока не дает. Снега в регионе выше нормы. Средняя высота снежного покрова по республике выше нормы. И колеблется от 30 до 53 сантиметров. Общая средняя высота по республике 43 сантиметра. При норме 31. Запас воды в снежном покрове на 10 марта по республике составляет 118 миллиметров. Это 128 процентов от нормы. В зону паводка в республике могут попасть порядка 60 населенных пунктов. Опасные объекты производства и склады токсичных висейх химических удобрений, едохимикатов и скотомогильники в границе водоохранной зоны. Зона возможного затопления отсутствует. Для предотвращения негативного воздействия вода ежегодно проводятся руслоригирующие мероприятия на водных объектах. К пику паводка готовятся и власти АллатРа. Если будет необходимо, то жильцов потопленных домов эвакуируют. Подготовлены и куплены администрацией города плавсредства и предварительно заключены договора с владельцем маломерных судов, проживающих в зоне потопления. В службе единой диспетчерской дежурной службы проводится оповещение населения потопляемых территорий по сотовой и стационарной связи. Глава региона отметил, что подготовка к паводку должна быть завершена в ближайшие дни. Материальные ресурсы, человеческие ресурсы и комплексные планы все утверждены. Директивы, соответствующие указания подписаны. На бумаге, когда все хорошее, это замечательно. Чтобы механизм действий был, как бы сказать, по тем мероприятиям направлен на обеспечение безопасности людей. После паводка наступит пожароопасный сезон. Чаще всего в регионе горят бани и частные дома. Основные причины – неосторожное обращение с огнем, неисправные печи и дымоходы. Практически 16% от общего количества пожаров у нас ежегодно именно по этой причине. Хотя, хотя, средние показатели по России здесь в пределах 10-12%. Нет ни одного выходного дня, чтобы не сгорела баня. А бывает в случае 2-3 бани за выходные. Пожары необходимо предупреждать, отметил глава региона. В районах республики возобновили ночные дозоры. Добровольцы ОК Огнеборцев. Благодаря их работе количество ЧП заметно снизилось. Профилактические мероприятия в жилищном фонде следует проводить с привлечением инициативных неравнодушных людей. Если взять сельскую местность, старосты, лидеры общественного мнения, общественные организации, которые вместе с нами работали на обеспечение безопасности. Особое внимание прошу уделить проверке мест проживания многодетных семей и одинаковых престарелых граждан. Но профилактической работой занимаются не в каждом муниципалитете, отмечают в МЧС. Так, бюджет сельского поселения Парецкого района на 2019 год предусмотрено лишь 35 тысяч рублей на весь район. В то время как прямой материальный учерб, причиненный пожарами за 2018 год, составил более 2,5 миллионов рублей. А в городе АЛАТРА за последние три года, 17, 18, 19, не выделяется ни копейки на данные профилактические мероприятия в области пожарных безопасностей. Михаил Игнатьев поручил принять все необходимые меры, чтобы количество пожаров в регионе было сведено к нулю. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев, Республика.